Ребят, всем привет! Перед тем, как начать это видео, я хотела напомнить вам о конкурсе. Помните, я летала на Тенерифе с девочками? Так вот, вы можете выиграть точно такую же путевку на двоих, с активностями, с полетом на параплане. В общем, все, что мы делали, вы тоже сможете делать. Поэтому я оставлю ссылку на конкурс под этим видео. Загляните, участвуйте, там все очень легко. Так что я всем желаю удачи! Всем привет! Я нахожусь в Москве, в моей любимой. Мне говорит, Вова, может быть, ты переедешь в Москву жить? Так часто я сюда летаю. Немножко злится на меня, и я, конечно, его прекрасно понимаю. Я прилетела на день раньше в Москву для того, чтобы посетить финал NYX Face a World с Russia, a World с Russia, да. Сегодня мы узнаем, кто же победил, кто же получит главный приз крутецкий. И завтра в Москву сюда ко мне прилетит Вова с Сарой, потому что мы через два дня планируем улететь во Францию, попутешествовать. Сегодня со мной произошел конфуз, я должна была надеть совершенно другую одежду. Буквально за три часа я решила померить. Хочу, что я это сделала за три часа. Померить свой костюм, он должен был быть таким элегантным, красного цвета, так как сегодня коктейльный такой дресс-код. И на мне разошлась молния. Она разошлась не потому, что я поправилась, а потому что просто замок плохо работал, заедал, и меня подвел наряд. Я побежала здесь во все ателье, которые можно, но оказывается никто быстро не работает, нужно оставлять на два-три дня. Я говорю, так не пойдет, мне тут через три часа нужно выходить. Нет, извините, я побежала в Зару, тут какие-то магазины ближайшие, начался дождь, я вся промокла, в магазинах ничего нет. И все, и мне пришлось надеть то, что было. Я его слепила из того, что было. В общем, в чемодане у меня там куча мала, но совершенно нет никаких коктейльных нарядах. Я надела на себя все, что было более-менее такое праздничное. Так, и в этом отеле мы вместе с Аней, вместе с Леной, и я не знаю, с кем еще из блогеров. Мы готовы, ждем Лену. Она сказала, что через 7 минут спустится, а уже такси приехала. Вообще такой фиг. Мы тоже живем. Блин, мы так чувствуем. Неделю назад жили в одном отеле, в другом. Все-таки руки мягкие. У меня мягкие руки. Какой крем? Это намек? Это крем, который в душевой стоит. Просто обычный. Типа мы в Америке. Ой, как клево! Здравствуйте. Да. Слушай, такая прикольная. Подорачиваться чуть-чуть, но она знает. Я так и думала, что она сейчас будет на Лангкоме. Так, ну. Развернуться. Можете повторить вот так же брызгать? Один разочек. Один разочек? Куда-нибудь, да. А что за пузыки? Что за вода? Аня пшикнет или вы пшикнете? Пшикнете. Ой, подождите, подождите. Так, там больше воздуха, там прямо на сверху. Да. Я хочу покрасить волосы. Я сейчас это сделаю. Давайте розовым. Вот смотри, есть темно-розовый, есть ли это розовый? Ну, давайте темно-розовым. Обалдеть, да. Оно скупится, да? Круто! Это одноразовые краски для волос. Фрейл от L'Oreal. Посмотрите. Я не видела у нас продаж такие. Ну что, аня красненькая. Можете меня снять? Больше того, победитель отправится в поездку в Лос-Анджелес на финал FACES Awards, который является Оскаром для бьюти-влогеров всего мира. И победителем NYX FACES Awards Russia 2017 становится Алевтина Падавова! Ребят, хочу познакомить вас с ТАВИ. Мы с ТАВИ, кстати, были на качеле все время. Спали в одной комнате даже. Практически в одной кровати, можно сказать. Да. Я хочу сказать, что ТАВИ очень талантливая. У нее крутой инстаграм, крутые видео в ютубе. И я оставлю ссылочку на нее обязательно под своим видео. ПОАКРАС СЛАДКОЙ ВАТЬ, РЕБЯТА! На фоне шикарного платья! Открыла бокс, у меня кто-то украл наклейку Леонардо Ди Каприо. У него были накрашены губы синего цвета. Блин, ну кто спер? Вы что, ребята? Так нечестно. Тут у меня все оттенки корректоров. Я, кстати, покупала такой корректор в Штатах. Он в карандаше. Палетки с тенюшками. Один, два, три, четыре. Это, по-моему, гидрофильное масло для снятия макияжа от NYX. Надо же, первый раз вижу. Очищающий крем для лица с углем. Да, круто. Из той же серии. Очищающее молочко. Очищающий гель для лица. Вау, мицеллярная вода какая огромная от NYX. Очищающий бальзам для лица. Новый тональный крем Total Control, который я покупала тоже в Америке. Он уже появился в продаже в России. К нему идет вот такая кисть. Всем доброе утро. У меня сегодня утро на позитиве, так как прилетели мои любимые в Москву. Сара вообще в шоке от отеля. Погуляли. После Красной площади приехали в Цветной и заказали устрицы. Здесь можно купить устрицы, вам их откроют, почистят. И можно подняться на третий или четвертый этаж, покушать. Смотрите, сколько их. Много. Сара ест лапшу. Я очень люблю. Лена тоже кушает лапшу. Аня, что ест? Лапшу? Масала? Все подряд? Все подряд. Мы сегодня улетаем из Москвы и мы вместе с Вовой и Сарой летим во Францию. Мы купили самый дешевый перелет просто через Финляндию. И совпало так, что мы летим вместе с Леной на одном самолете из Москвы. Только Лена полетит дальше, а мы полетим в другую сторону. Но все равно приятно, что мы на одном самолете и проведем вместе в Финляндии и в Хельсинке. Лена! Ребят, вы не поверите, мы в аэропорту нашли супермаркет огромный в Хельсинке. Здесь продаются продукты различные, еда, круассаны горячие, готовые блюда. И все очень-очень дешево. Это раскраска? Вы нашли какашулечки. Какашка. Маленькие какашулечки. Вова открыл багаж свой. У него в багаже был еще рюкзак. В этом рюкзаке у него был повар-банк, обычный маленький. И что вы думаете, у него вытащили в Хельсинки повар-банк втихаря на досмотре, видимо, когда чемоданы проверяли, и засунули вместо повар-банка вот эту бумажку. Что типа, да, извините, мы у вас забрали повар-банк, вы можете его вернуть, когда назад будете возвращаться через Хельсинки. Но мы не будем назад возвращаться через Хельсинки, поэтому повар-банк остается у граждан Финляндии. Вам сюрприз, когда прилетите в другую страну через 10 часов или через 15, откроете, и вам сюрприз. Вот, смотрите, а у вас нет ничего в сумочке. У нас тут стоит на таможне, если что, то назад будете лететь, вернем. Мы с Вовой купили два билета с аэропорта на автобусе до центра города за 11,50 евро. То есть два билета – это уже 23 евро. Очень дорого. Саре бесплатно проезд. Главное, он спрашивает, сколько ей лет. Я говорю 5, Вова говорит 4. Зато в автобусе есть приятный бонус в качестве Wi-Fi бесплатного. Автобус нас привез прямо к опере. Опера Гарнье. Вроде бы так называется. И мы сейчас пойдем пешочком в башню Эйфеля. И Сарочка у нас впервые в Париже. Сара в шоке с туалета на улице, да? Где ты видела такой туалет, Сара? На айпаде. На айпаде, говорит, видела туалет такой. Где мы кто-то в ютубе показывал? Пойдем. Сара мечтала тоже посидеть на газончике, как все. Сара, тебе нравится во Франции? Да, очень нравится. А что тебе больше всего понравилось? Больше понравилась статуя. Статуя? Какая? Тетя? Я никогда не видела вечернюю башню Эйфеля. И с удовольствием сейчас посмотрим, как она в огнях. Мерфель и мурмеладки. Да, мурмеладки. Вечерний Париж. Вот что происходит вечером возле башни. Очень шумно. Вова снял нам в аренду машинку маленькую на пару дней. Мы на ней доберемся до другого города. И там будем искать дом на колесах. Краски, смотри, Сара. Тюбики с краской. Ехали мы, ехали, заходили покушать. И останавливаемся в супермаркете. Хочу камамбер и багет. А, это наш завтрак. Даже еще и обед. Может быть, потратили мы 20 евро на все это. Это вот коктейльные креветки с соусом. Абовина, любимая колбаска, испанская или итальянская. Два эклера. Мой любимый суп гаспачо. Всегда его покупаю во Франции. В Италии не видела его. Так, сыр показывала, что вообще за копейки купили. Инжир вот за евро со скидкой был. Печенье, помидоры, оливки. В общем, мне кажется, нормально. Пагет. Вкуснятина. Ребята, мы в шоке. Просто в шоке. По дороге остановились. Встретили такой фермерский супермаркет. Модернизированный. Здесь нет продавца. Здесь есть только отсеки. Посмотрите, закрытые. Вот капуста, зелень, морковь, щавель, картофель домашний. Я возьму йогурт. О, боже. Это что-то непонятное в горшке у них здесь. Яички. А я возьму шоколад. А смысл такой, что вы вставляете карту, вводите, наверное, сумму. А нет, вводите просто код, который на двери. Открываете и берете. Сырое мясо. Мама, я хочу шоколад. Йогурты. Это холодильник. Холодильник. Это то есть кто-то, это же чье-то. Также работает Payway. Написано Payway. Прикладите только эти, пооткрывайте все. А здесь клубника. Ездили мы, ездили и решили переночевать в городе Руан. Тем более он такой древний, исторический. В этом городе казнили Жану Д'Арк. Также здесь есть астрологические часы. По вечерам здесь красивое лазерное шоу. Прямо на соборе. И мы пойдем смотреть. 500 лет у дома, да? А Вова говорит, что этому дому 500 лет. Представляете? Давай вот так. А сапоги? Сапоги? Да. Точно. Сара увидела сапоги, висят вот прям на улице. Помаши руками. Это та самая церковь. Церковь Жанны Д'Арк. На этом самом месте ее, по-моему, казнили. После возвели церковь. Вокруг церкви находятся маленькие ресторанчики. Красивые домики, где наслаждаются едой туристы. Такая церковь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это 100 евро Сказали, что это наш дом И он объясняет сейчас, как пользоваться Посмотрите, здесь есть отсек такой для мопеда, мотоцикла А мы чемоданы свои сюда загрузим Нам показывают, что это бачок для туалета Два бутыля газа Основная цель нашей была аренда автодома И наконец-то мы это сделали Сегодня осуществилась наша мечта Давайте в следующем уже видео Покажу вам подробно дом Покажу вам, как мы путешествуем Где мы останавливаемся Я думаю, что должно быть интересно вам Расскажем поподробнее Так что будем теперь располагаться Всем спасибо за просмотр Пока!